Всем привет, это Александр Волков-Недвенев, я Шинкова, ресторана русский. Собственно, рестораны все сейчас закрыты, мы работаем в минимальном режиме в русском, у себя в башне на доставку, готовим еду для двух больниц, кормим две больницы, три раза в день отправляем им еду. Половина сотрудников, точнее не половина, даже процентов, наверное, 15-20 задействованы в этом процессе, все остальные сидят дома, руководство пласят им минимальные зарплаты, в общем, мы в целом, ситуация, я думаю, как у всех, общие дети. Вот, я тоже постоянно задействован в процессе с больницами, сегодня остался дома для того, чтобы провести прямой эфир. В прикрепленном сообщении написано, что мы готовим, готовить будем салат из запеченных овощей, будем готовить запеченного сибаса в фольге вместе с вином, с оливками таджарскими, очень вкусными. Сейчас расскажу, покажу, могу. Предварительно нужно, вот, духовка, режим конвекции, если у кого нет, то просто верхний-нижний нагрев 200 градусов. У меня чуть больше, потому что у меня врет духовка, но нужно 200 градусов в общем. Вот такое положение поставить в саму духовку, нам нужно, чтобы у нас была решетка, под решеткой, чтобы был противень, потому что мы сейчас будем запекать овощи, с овощей будет капать, надо, чтобы не заляпать нам духовку, поставить снизу противень. Собственно, давайте, пусть я сейчас разложу продукт, и мы посмотрим, что мне прислал в метро. Офигенная опция в метро, когда заказывает продукт или покупает, там есть вот такая вот фишка. Рыбу сразу чистят, потрошат, и мы потом спокойно приходим домой и готовим ее. Я постоянно пользуюсь этим в метро. Для салата рукола, томат и перец, баклажаны. Это заправка уксус. Оливковое масло. Кабачок. Это все для салата на понадобится. Брынза. Болгарский перец, помидор, красный лук. Ялтинский лучше всего подойдет, он вот такой вот плоский, а в нем чуть меньше остроты, чем в обычном красном луке. Баклажан, кабачок. Красный винный уксус. Можете взять, если нет красного винного уксуса, либо яблочный, либо просто обычный столовый. Ну, все красный винный. Оливковое масло, экстра-юрджин, обязательно холодного отжима. Рукола. Для начала нам нужно меж овощи почистить. Для начала нужно порезать, точнее, почистить овощи. От баклажанов и кабачков удаляем плодоножки. Все, что нужно. Просто плодоножку срезать. У перца тоже удаляем плодоножку. Это нужно, чтобы он удобнее стоял. С помидором ничего не делаем, лук почистим. Овощи сейчас будем запекать. Духовка разогрета специально для такого состояния, чтобы овощи снаружи карамелизовались. У перца, например, помидора будет подгорать шкуркой. Это ничего страшного, нам не такой эффект и нужен. Кабачок с баклажаном запекутся до мягкости. Лук тоже запечется до мягкости. Он снаружи подгорит. Мы потом это все уберем. Используем центральную часть, которая сладкая. Емкость для смешивания. Просто добавляем наши овощи. Поливаем маслом. Масло нужно для того, чтобы увеличить теплопроводность. Для того, чтобы температура из духовки внутрь самих овощей лучше проходила. Сейчас я это все положу на решетку и покажу, как. Все, грубо говоря, у нас основная часть приготовления салата будет сейчас проходить без нашего участия. В этот момент мы будем заниматься горячим рыбой. Сейчас я отойду на минутку, разложу овощи в духовке и покажу. Вот так, прямо на решетку раскладываем овощи. Поддон нам снизу нужен для того, чтобы все масло с них стекающее капало вниз. И все. И отправляем примерно на 30 минут. В этот момент я разделаю рыбу и подготовлю к запеканию наш основное блюдо. Рыбу у меня уже выпотрошили в метро, как я говорил. Для того, чтобы нам сделать филе, мы вот так поднимаем плавники. Подрезаем под вот эту вот зону, под жаберную нож. То же самое делаем с другой стороны. Все, у нас получается голова практически отделенная. Можно ее сразу отломить, можно потом. Все делают по-разному. После этого переворачиваем брюхом вот так к стене. Я, наверное, сразу отломлю. Переворачиваем брюхом к стене. Вот здесь нащупываем хребет. И под реберные кости заводим нож. И вот так у нас приподнятые ребра прям по позвоночнику ведем нож. Отделяем филе. Очень элементарно. Делаем то же самое с другой стороны. Самое главное не бояться. Это на самом деле легкий процесс. Вот так вот у нас осталось только хребет. Он у нас просвечивается. Мясо на нем нет совсем. И голова. Откладываем их отдельно. Они потом пойдут на суп. С рыбы удаляем оставшиеся косточки. Под реберные кости снизу заводим нож. И прям вдоль по ним ведем ножом. Все. И срезаем реберные кости. Они очень элементарно тоже отделяются. На них остается совсем минимальное количество мяса. И то же самое делаем с другого филе. Все. Рыба у нас отделена. Мы ее сейчас слегка посыпаем солью. Для того, чтобы она начала просаливаться. Прямо минимально посыпаем солью. Все. Убираем на тарелку отдельно. Оставляем просаливаться. Блюдо у нас будет готовиться минимальное количество времени. Порядок будет что-то типа 10 минут. И в этом очень большой плюс подобного блюда. Вы можете спокойно, если у вас на вечер, на ночь, на какое-либо мероприятие. Вы берете, складываете его в конверт сразу. Убираете в холодильник, в конверте из фольги. И за 10 минут до того, как нужно садиться за стол в разогретую уже заранее духовку. Ставите. И получается все идеально. Я сейчас измельчу оливок. И покажу, как его собирать. Это правда не займет у нас долго, много времени. Оливки. Вот так вот выглядят. Они в оливковом масле. Это очень спелые, очень крутые оливки. Они мягкие. Но они имеют супер богатый вкус. Такой оливочный. Я их просто обожаю. Они к рыбе подходят идеально. И это такая приправа, которая придаст очень крутые, тонкие нотки рыбы. Я использую ту же самую доску, на которой я разделывал рыбу. Потому что у нас сейчас оливки эти с рыбой будут соединяться в фольге. К оливкам я не писал в рецепте для метра каперсы. Но у меня есть они в холодильнике. Я добавлю чуть-чуть. Каперсы уехали на дачу. Есть вяленые томаты. Вот так выглядят. Вяленые томаты делаются элементарно. Если, например, помидоры, вы видите, в холодильнике у вас залежались. Скоро начнут портиться. С ними что-то будет происходить. Ставьте духовку на ночь на 80 градусов. Томаты разрезайте на 4 части. Кладете кожицей вниз. Сверху поливаете слегка оливковым маслом. Немного соли добавляете. Можно добавить чеснока. И убираете на ночь духовку. Утром встаете. Духовку только обязательно нужно чуть-чуть приоткрыть. Например, приоткрыть дверцу, поставить на спичечный коробок и прислонить так, чтобы была легкая щелочка. Буквально сантиметра одного будет достаточно для того, чтобы та влага, которая внутри камеры духовки скапливается, уходила. Томаты завязываются за ночь до полу-сухого состояния. Вы их спокойно можете хранить даже не в холодильнике после этого. Но когда готовите что-то из рыбы, готовите что-то, например, тушите из мяса что-то, вы их рубите, добавляете в ту еду, которую в данный момент делаете. И они придают вам супер такой летний вкус, солнечный. Все сахара, которые есть в помидорах в момент, когда вы их завяливаете, они там концентрируются. Минимально, пока гигантское количество влаги уходит, и у вас становится очень крутой концентрированный вкус продукта, который нам и нужен. Я их здесь добавил чуть-чуть. И сейчас покажу, как буду собирать. Фольга нам понадобится и пергамент. Можно делать без пергамента. Это пекарская бумага. Можно делать без нее. Я предпочитаю запекать что-то в фольге так, чтобы продукты не касались металла. Многие пренебрегают этим. Можно делать и так, можно не использовать пергамент. Можно использовать. В принципе, особо без разницы. Я люблю делать так. Одного листа нам хватит. Мы его режем пополам. И у нас как раз получится две порции. Теперь отрываем лист фольги. Отрываем лист фольги примерно в два с половиной раза длиннее, чем у нас в филе рыбы. Вот так вот будет класться рыба. Так, чтобы мы вторым концом ее смогли накрыть. Сюда кладем пергамент. На него сверху кладем спаржу. У меня спаржа замороженная. Так как сейчас все понимают, какая ситуация в стране. Границы закрыты. Свежей спаржи нет совсем. Ни где не смогли найти. И поэтому используем изметра замороженную. На нее сверху кладем ложку оливок, измельченных наших с томатами. Прямо вот так вот рассыпаем. И это будет наша основная приправа рыбы. Уже на наш получившийся гарнир кладем филе. У нас вот так вот здесь мешается хвостик. Я его просто чуть-чуть подверну. И у нас получится полностью рыба лежит на гарнире. Закрываем. А, нет, не закрываем. У нас же орегано еще. Орегано просто сухой. Слегка совсем. Рыба у нас уже посолена. Оливки тоже достаточно соленые. В общем и целом у нас получится там достаточно нормальный баланс по соли. Все, что нам нужно сюда добавить, это немного белого вина. Я сейчас подложу чуть-чуть края под фольгу и добавлю вина. С одной стороны. И с другой стороны. Мы подкладываем что-то под фольгу. Это нужно для того, чтобы вино у нас не утекло никуда. Чтобы осталось внутри конверта. Совсем немного. И сверху положим на рыбу кусочек сливочного масла. Масло растопится. Масло обязательно нужно класть сверху. Рыба здесь ситуативная. Она может быть абсолютно любая. У меня в данный момент сибас. Но может быть вообще все, что угодно. Филе камбалы, например. Филе трески точно так же может быть. Любая практически белая рыба сюда заходит идеально. Если будем использовать лосось, особенно какие-нибудь брюшки лосося, нижнюю часть более жирные, тогда масла не нужно. Там достаточно большое количество жира будет. Здесь масло необходимо для того, чтобы нам белую рыбу чуть-чуть сделать более жирной, более сливочной. Вино нам даст кислотность. И оно же оттенит наш жир от сливочного масла, которое мы сюда добавили. Соль, овощи. Все в общем и целом готовится на пару. Соль, сворачиваем сначала пергамент обязательно. Его нужно подвернуть с четырех сторон. Это нужно, как я уже говорил, для того, чтобы рыба не касалась фольги. После этого начинаем закрывать конверт. Точно так же я сначала собираю с трех сторон конверт. Потом накрываем четвертый и еще раз подворачиваем. И опять, когда у меня подвернут, когда у меня получается здесь низ, когда я подвернул все края, все вверх, боковые края мы загибаем наверх. Это для того, чтобы если у нас есть хоть какой-то намек на то, что у нас будет рваться один из слоев, для того, чтобы все соки, вся жидкость, вся влага осталась внутри. Нам ничего не нужно, точнее, нам нельзя ничего потерять из всех тех соков, которые здесь будут. Все, вот такой вот конверт. Вы спокойно отправляете в холодильник. В холодильнике он может у вас храниться спокойно. Утром сделали, вечером приходят гости, вечером за 10 минут. Казалок нужно ходить за стол. Поставили в духовку. Все прекрасно приготовлено. Самое главное разогреть духовку. Градусов до 200-220. Второй конверт собираем так же. Спаржа. Оливки. Филе. Орегано. Сливочное масло. Орегано сушеный, конечно, идеально подходит к рыбе. Подобным образом приготовленный. Сливочное масло. Вино. Вино бортики. А то все потечет. Вино на одну порцию нужно грамм, ну, наверное, 15-20. Вот такой порядок. Все, заворачиваем. Сначала заворачиваем, как и в прошлый раз, пергамент. После этого закрываем его фольгой. Опять с трех сторон. Оборачиваем. Подворачиваем бортики. Все, два вот так вот получилась у нас прекрасных конверта. Вы можете их сделать сразу штук 8, если у вас большая компания. Времени занимает, ну, прям совсем нисколько. За 10 минут до прихода гостей, в духовку, все прекрасно. Запекается у нас сейчас на данный момент 20 минут. Все, минут 10 еще. Уже практически овощи готовы. Прям совсем чуть-чуть осталось. Спаржу, конечно, спаржу можно заменить любыми свежими овощами. Это может быть точно так же цукини с перцем, порезанный. Это может быть любые свежие овощи, которые вы находите. Температура запекания для овощей. У меня сейчас стоит на духовке, на измерителе 220, но у меня духовка врет на 20 градусов, поэтому там внутри 200. Вот, овощи можно взять вообще любые. Можно взять зеленый стручковый горох, можно взять зеленую фасоль стручковую, кенийскую, например. Можно взять бобы и домами. Они в замороженном виде продаются. Можно, в принципе, любые овощи. Если крупные овощи, например, такие, как баклажаны, кабачки, перец, то они просто чуть-чуть меньше режутся, и все. Принцип здесь конструктор очень легкий. Принцип снизу лежит гарнир. Гарнир пропитывается соком, который идет из готовящейся рыбы. Плюс маслом, которое лежит сверху. Прокладка единственное, что между самим гарниром и рыбой может быть любая вкусовая. Я, например, взял оливки. Можно оливки заменить на, например, черные оливки, на зеленые оливки, на каперсы. Это может быть вяленые томаты. В принципе, любая такая вкусовая приправа, которая добавляет вкуса. Это может быть даже просто суперспелые помидоры. Про температуру все спрашивают. Температура 200. Вино белое сухое. Да, вино белое сухое. Обязательно используйте. Не берите для использования в еду какое-нибудь пакетированное вино. Я пользуюсь всегда таким принципом. Если мне нравится вино, если бы я его пил по вкусу, то я буду его использовать в готовку. Если мне не нравится по вкусу вино, но при этом оно дешевое, я ни в коем случае не буду его использовать. Я его лучше заменю на уксус. Здесь сама задача использования вина в блюде – это добавить кислотность. Потому что, как говорят нам все восточные мудрецы, которые очень давно цивилизировались, ну, например, китайская кухня как построена, японская кухня точно так же построена, там должны быть все вкусы выделены. Это должна быть соленость, это должна быть сладость, это должна быть острота, это должна быть кислота. У них есть еще вкус ума. То есть пища должна быть насыщенная. Мы… В принципе, ну, я придерживаюсь такого мнения, что еда должна быть доведенная. Еда должна быть соленая, сладкая, кислая, слегка острая. Острота она любителя, я лично люблю, а так каждый сидел выбирает на вкус. Вот, поэтому здесь конкретно вино использует простую функцию и добавление оттуда кислотности. Нужно только кислота. Если нет вина белого, можно спокойно заменить лимонным соком, можно добавить полчайной ложки уксуса. Что-нибудь посложнее в следующий раз. У меня задача была сделать такую еду, которую люди спокойно себе сделают в самоизоляции дома, то есть на максимально широкую аудиторию, чтобы это было заточено. Еда простая, домашняя, поэтому такой вот выбор. Филе сделать на самом деле элементарно. Вы, если вдруг не увидели, как я делал сейчас в трансляции, посмотрите просто на ютубе, как филировать рыбу. Это на самом деле элементарно. Никаких секретов там нет. Да, вместо спаржи можно использовать цукини, кабачки и прочее. Мне нужно сейчас достать перец и помидор. Перец готов, помидор готов. Остальное пока еще на 10 минут остается запекаться. Вот так они выглядят. У перца практически отошла шкурка, у помидора отошла шкурка, вот у перца отходит шкурка. Нам нужно для того, чтобы закончить готовку этих овощей, накрыть их сейчас фольгой. Мы фольгой накрываем их, и они сейчас запарятся. и мы их легко почистим. Давайте, наверное, сыр пока разберем. Нам довольно-таки простые манипуляции с ним нужно провести. В общем, все, что нам нужно сделать с сыром, это его измельчить. В принципе, вот так вот мы просто вскрываем, обрезая по кругу пачку, и вот так его просто крошим вилкой. Вот так, просто вытаскиваем, грубо говоря, вилкой из пачки. Мы его потом будем посыпать сверху на салат. Мы сейчас все подготовим. Я сейчас рукаву помою. Подготовим все ингредиенты, и после этого начнем нарезать овощи, нарезать и очищать. Все, мне столько сыра хватит. Для заправки нам нужно просто соединить бальзам, точнее, винный уксус и оливковое масло. Соединяем по пропорции 1 к 3. Если мы берем 1 столовую ложку уксуса, то берем 3 столовых ложки оливкового масла. Это идеальная пропорция. А оливковое масло я буду использовать из оливок. Столовая ложка раз. Вот здесь, видите, в оливках масло, в котором эти оливки хранились. Оно пропиталось вулк, как пахнет. Оно пропиталось вот этим вот ароматом, богатейшим оливок. И это просто украсит наш салат. Двергого до феерического вкуса. Все, 1 ложку оттуда я налил, чтобы оливки не пересыхали. Две еще и бутылки. Соль. И все. Просто перемешать. Заправка готова. Ну и прям так ложкой сверху. Потом и польем на овощи. Осталось рукола. Рукола вот в таком вот у меня горшочке. Это на самом деле гигантский плюс, что есть такие вещи, потому что рукола точно так же, как и спаржа пропала. Я прям ее вот так из горшка беру. Беру верхние листья. Обрезаю от корней. Все. Мне теперь нужно посмотреть, чтобы у меня вот такие вот листочки не попадались коричневые. Выбираю только нормальные листочки, отрывая у них плодоножку. Вот рукола нам нужна на одну порцию, одна горсть. Тема заявленная была ужин и самоизоляция. Так, все, рукола практически полностью готова. Нам с одной пачки хватит на одну порцию. Мы ее сейчас помоем. Обязательно всю зелень, которая покупается, даже если вам на рынке тетушка сказала, что я уже все помыла, обязательно зелень всю мойте. Это очень важно. Мало ли какие там были удобрения, добавки для роста, еще что-нибудь. Какой-нибудь недобросовестный продаван сказал, что помыл, а на самом деле просто из фульверизаторов обрызгал. Обязательно зелень обрабатывается, это очень важно. Теперь нам нужно ее просушить слегка. Просто раскладываем на полотенце. Берем за два края с одной стороны, за два края с другой стороны. Складываем, грубо говоря, ее вот так в середину. Заживаем края и слегка потрясем из стороны в сторону. Для того, чтобы все капельки со всех сторон ушли. Чашку тоже протрем, просушим. Все, у нас помытая, освеженная зелень подготовлена. Про зелень спрашивают, мы с чем-то еще или просто водой. Я просто водой промываю, она достаточно чистая, обеззаражена уже от всего. Если для уверенности можно добавить 0,3% уксуса. То есть, если вы используете 9% уксус, вам нужно его развести в 30 раз. Руккола, пишут, почему-то не зашла. Руккола многим не заходит с самого начала, потому что она очень острая. Она достаточно острая, она прям как листья горчицы, наверное, сравнима с этим. Она достаточно такая, прям пряная, активная, у нее очень активный вкус. И если пробовать просто так листочки, вот, например, вот так вот просто есть, без заправки, без всего, она, конечно, так прям очень сильно бьет по рецепторам. Стоит добавить уксусную заправку, не будет проблем вообще никаких. У нас в России винегрет призван, принято называть салатом. На самом деле, во всем мире винегрет это заправка. Вот та, которую мы сейчас сделали, вот она, это винегрет. Вот, это винегрет от са артилейского слова винигора. Винигора это уксус. Все уксусные заправки это винегрет. Все, я думаю, что у нас запеклись наши остальные овощи. По времени, по крайней мере, так. Да, у нас готов баклажан и кабачок. Лук тоже. Сейчас покажу, как понять готовность овощей. Смотрите, по луку очень просто, он начинает вздуваться, из него изнутри начинают выходить внутренние сегменты. Вообще, он становится достаточно мягкий. Кабачок тоже самое. Становится мягкий. Внутри начинает вздуваться влага. Влага начинает кипятиться. Баклажан тоже самое. Он становится мягкий. Все, его можно прям спокойно вот так помять. Овощи на самом деле очень горячие. Я их трогаю руками по одной простой причине. У поваров слегка атрофированы рецепторы на кончиках пальцев, поэтому мы можем горячее спокойно брать руками. Овощи просто смазали оливковым маслом и запекали. Все, сейчас я овощи прям так, прям в горячем виде начну нарезать их, обрабатывать, почищу болгарский перец и остальные овощи. Смотрите, баклажан чистить элементарно. Берем за край, подцепляем и снимаем кожу. Все, он чистится прям идеально. Можно пойти другим путем. Можно его разрезать ножом вдоль прям. Взять столовую ложку, взять зажобку. Она достаточно жесткая, потому что там очень много волокон было у плодоножки. Взять вот так зажобку и ложкой мы снимаем всю мягчу. Все, остается только кожа. С этой стороны также. Можно почистить баклажан целиком, нет никаких вообще проблем. Но легче вот так уперевшись снять кожу ложки. Такой тоже легкий лайфхак. Все, баклажан в эту сторону чуть-чуть, в эту сторону баклажан мы нарезали в сторону. Кабачок мне понадобится половина. просто разрезали на 4 части вдоль чуть-чуть поперек такой крупный кубик получился. Нам для этого конкретно салата нужны достаточно крупно порезанные овощи. Нам не нужно их мельчить, нам нужно чтобы у нас грубо говоря на вилку попадался один кусок. Лука тоже возьму треть. вот смотрите какой лук стал внутри. У него концентрировались вкусы, он прям прозрачный становится, аж светится весь. Вот такая карамелизованная в луке достаточно на самом деле большое количество сахара и в чесноке очень большое количество сахара. И когда запекаешь сахара карамелизуется в процессе запекания и мы получаем такой очень насыщенный сладкий вкус. Лук точно так же вот таким вот кубиком крупным ну примерно с пол чайной ложки чтобы кубик получался. В сторону это наши одни овощи. с помидором и перцем под фольгой. Перец размят от него вот так идеально отходит. Кожица он чистится прям очень легко. Помидор тоже приготовился прям вот снимается кожа никаких усилий прикладывать не надо. И вот там у нас скопился сок. Я этот сок еще оставлю для того чтобы им потом в конце полить рыбу которую мы готовим. Баклажан вилкой не прокалываю никогда потому что если проколоть его вилкой потом не почистить его легко вот так. Смысла в прокалывании никакого нету. Это нужно только для того чтобы влага которая есть в баклажане вытекала наружу. Нет никакого смысла. Я не вижу по крайней мере я никогда не прокалываю баклажаны и их так проще чистить. Помидор тоже возьму вот такой подпаленный бачок у него здесь возьму вот так половину отрежу. Тоже точно такими же крупными великими. Примерно все овощи должны быть плюс-минус одинакового количества. Все вот перец чистится просто абсолютно элементарным образом. В перце внутри столько влаги было я ее тоже перелил сейчас в миску где у нас лежали все овощи. Все перца два сегмента вот таких мы точно так же очищаем элементарно и нарезаем кубиками вот такими достаточно крупными кубочками. Все складываем все база для салата готова. Нам для того чтобы полноценно ужин получить в данный момент перед тем как мы будем сейчас все замешивать убираем рыбу в духовку. Вот так рыбу кладу прямо на решетку как были перед этим овощи. Вот прямо на решетку кладу достаточно высокая температура очень быстро все будет готовиться. Все у нас база готова мы теперь берем чашку туда все пересыпаем и заправляем. Процессов здесь никаких уже не будет здесь мы просто сейчас все заправляем и сервируем. Все взбалтываем нашу заправку вот так это выглядит мы просто взбалтываем чтобы уксус перемешивался с маслом к тому же добавили мы соль но я еще посолю все две ложки от заправки у меня ушло еще чуть соли перца перец красный компотский найдите в фейсбуке Сергея Ежова очень рекомендую это единственный нормальный поставщик компотского перца в Россию компотский перец это супер знаменитый во всем мире перец на перечных деревьях точно так же растет это уникальный регион в котором самый вкусный перец в мире вот Сергей Ежов единственный поставщик этого перца в Россию это его перец огромный ему привет очень рекомендую найдите его на фейсбуке у него есть пробные комплекты перец стоит достаточно дорого но при этом он я не не знаю наверное никакого аналога с чем сравнить его но он идеальный это то же самое что феррари в мире перцев он супер вкусный перца мы используем минимальное количество здесь человек продает и мельницы и перец сам это просто уникальный чувак огромный ему респект и привет все перец замешиваем сейчас и я покажу как это все сервировать нам вот так в замешанном виде должны постоять эти овощи все мы больше сюда ничего не добавляем можно по желанию добавить чеснока по сути такой получается как кавказский аджабсандал только без их специй знаменитых вот так выглядит заготовка к нашему салату вот в таком виде точно так же можно убрать это все в холодильник заранее подготовив момент когда приходят гости достали сервировали по тарелкам и все прекрасно получилось перец компотский он не острый он пряный он как обычный черный перец горошком он просто очень-очень пряный супер вкусный и это наверное единственный перец который когда ты пробуешь первый раз ты не можешь этот вкус забыть никогда уже остальной перец становится не перец по сравнению с этим я с ним познакомился в Камбодже в путешествии 10 лет назад примерно с тех пор искал его где купить в Россию и только 3 года назад нашел овощи конечно на углях лучше запечь у меня в планах было вести трансляцию с дачи где живет вся моя семья только работа появилась вызвали на работу в срочном порядке мы кормим больницы как я уже до этого говорил кормим врачей вот я соответственно точно так же уехал с дачи сейчас живу в Москве каждый день езжу на работу сегодня остался дома только для того чтобы для вас провести прямой эфир начинаем сборку напомню для тех кто только что появился сегодня мы готовим два блюда это запеченный сибас сибас запекается вместе со спаржей таджарскими оливками и белым веном и салат из запеченных овощей на овощи у нас шел красный репчатый лук ялтинский помидор перец болгарский кабачок баклажан все вместе обмазали маслом запекли в духовке на 200 градусов после этого заправили 5 минут постояло остыло до комнатной температуры можем сервировать сервируем следующим образом достаточно большое количество овощей на дно тарелки накладываем овощи уже заправлены доведенные до вкуса сверху выкладываем руколу так чтобы закрыть полностью овощи это такой эффект создаст особенно для людей которые не знают что в тарелке у вас такой неожиданный и сверху посыпаем нашим измельченным сыром сыр везде я просто обожаю вот гостика к вам приходят вы подаете тарелки вот с этим салатом вот так он выглядит на тарелке особенно если спрятать все и чтобы не было нигде частей это получается такой эффект неожиданности я бы сказал никто не понимает что это такое никто с этим не сталкивался и вы приятно удивите ваших гостей вот есть его я предпочитаю когда все очень сильно перемешано я прям замешиваю его ложкой я этот салат готовлю себе уже лет наверное 15 у меня у меня в голове он сложился именно джебсандал я когда готовил заготовки джебсандал в одном из ресторанов у меня остались чуть-чуть запеченных овощей я взял кинул туда просто так на облом руколы и брынзы и офигел от сочетания это идеально что-то прям неземное у нас осталось пара минут для того чтобы я показал вам рыбу и собственно все все рыбу прям вот так прям в роге подаем и самое ценное что там есть рыба еще чуть не готова самое ценное что там есть это пар который там скапливается это супер крутой эффект когда ты открываешь горячую фольгу оттуда идет пар он бьет прям сразу по всем рецепторам и ты просто офигеваешь от вкуса аромата сочетаний собственно по времени мы уже не успеваем чтобы я вам показал но сам процесс вы видели все вся информативная часть была озвучена выложу в сторис у себя какой получился сибас заходите смотрите всем желаю здоровья в это сложное время оставайтесь все здоровы всех обнял особенно крепко обнял тех кто отвечал на вопросы в чате всем спасибо большое всем пока пока как и обещал результат раскрываем фольгу поднимаем пергамент и вот супер сочный получается сибас здесь как раз порция ее можно переложить на тарелку я предпочитаю прямо вот так вот есть из этой фольги вот так это все готово очумелый просто аромат олива супер круто получился очень вкусно так 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 Продолжение следует...